всем привет сегодня у нас опять урал лесовоз буду менять масло так вот канистры приготовил сливать чтобы поддон такой грязный вся машина грязная опять скажу сейчас не слежу за машиной совсем как как провозить тут говорили про буханку весь стартер в говне за машина не слежу то она и не работает вот вот урал какой как как за ним следить я не могу понять мыть каждый день его мойкой высокого давления каждый день придется мыть но ночью наверно приезжают после работы и ночью моешь всю ночь часа два три ладно сейчас надо будет короче чем нет вот такой ключ на 32 нам надо можно накидной почищу здесь щеточкой здесь щеточкой почистить чтобы грязи не было а то он грязь все грязи сливать когда буду чтоб канистру не попала грязь песок потому что отработка она обычно используется еще в трактора идут куда там смазывать катки еще куда-нибудь там она постоянно уходят на пилы можно тоже его использовать для смазки цепей я имею ввиду часы валяются металлолом конник старый вот ближе еще на вот это на прицепе колесона будет еще делать вот на прицепе колесо дулась она уже спускала где-то гвоздик такой торчит маленький гвоздик торчал я тогда его хотел достать достал этот гвоздь она как зашипит еще сильнее обратно засунул и поехал там делянки был вот прошлый раз когда ездил последний раз это между прочим когда на прицепе колесо меня это менял да тогда не было ничего доехал не спустила вот насколько дней уже стоит приспустилась это не до конца все почистил как на сорвать так на трубу вот трубу надо будет так вряд ли сорвешь так работа тоже влах аккуратно плита не облиться этим маслом пошла мастер какой черная вроде меня вот когда я варева заливал новое масло толком почти никуда еще не ездил проехал сколько тысячи две может не до меньшины 3000 двигатели когда двигатель его делал такое грязно и успеешь залить уже смотришь черное через неделю чернее работы надо эту и другую приготовить другую а все как раз влезло в эту хорошо тогда двигатель не грел неча вот в перетявок слить на хереного греть масло масло зимнее жидкое но и так нормально стекает тем более сейчас не зима не холодно пробочка что там капли остались тут еще ждать на будет два часа многие кто с техникой не сталкивался они боятся вот руки изморать я заметил замечал лишний раз вот так масло там руками это грязь залезть вон руки постоянно черные боятся изморать руки как эти блять белые ручки такие знаешь люди лишний раз боятся испачкаться как я не знаю ну так бабы какие-то или кто там следят за маникюром там за ногтями как не мужики а какие-то бабы понятно с чистыми руками там красивее удобнее ходить а то ходишь как грязный магазин приходишь рассчитываться начинаешь весь черный руки черные вот некоторые не любят такое но все вот масло налил вот привез 100 литров масла название м10 dm дизельная для турбированных двигателей она вообще это дымовская для турбина для турбированных идет там не было другого я то и такое нельзя колям он пилит это капотик проверить нормально не уходит часто солнику вообще не уходит как на одном уровне держится так так и есть вот он я покажу еще одну вот постоянно масло все масло постоянно и текет она где-то вот головка вода это головка тут прилегает плоскость и у деда сама прокладки практике но тут что-то мокрит немножко эти менял недавно вот вот эти поставил новые все резинки в том году хоть осенью полгода назад что ты не ездил что вот она тут мокрит тоже немного мне кажется как из подголовки откуда вытекает ну что вон там он видно вон там у масли тоже все вон там масло кругом чё за фигня постоянно и тут везде в развале масло тоже постоянно все в масле тут вроде нигде не текет кажется вроде бы где текет вот и все масло все тут сальник менял насосе на сальник менял здесь вот тут стоит насосе в корпусе и вот тут менял тоже все равно все текет где-то постоянно через кругом масло такие движки вон стой постоянно тоже мокрит вот с этого болта штуцер выжжение вот на насос идет подтягиваешь раз вроде подтянул через какое-то время поеду раз смотришь опять слабо 5 болтается подтягивать на так ладно будем заливать тут две горловины заливные вот а вот одна тут сапуном сделано вместе а там отдельно буду заливать вот в эту как бы удобнее заливать и удобнее заливать и там сапун может туда в сапун будет масло печь попадать надо воронку принести мне воронки птички чирикают весна все заливая болят что-то густое текет плохо зимой еще гуще будет зимой заливаешь холодное масло будешь заливать полчаса будешь заливать если не больше если не час приходится заносить зимой постоянно масло тепло около печки ставишь чтобы она нагрелась тогда быстро залить можно термостат поменял вот термостат новый тут стоит я хотел видео снять про термостат чё таки не снял опять когда разбирал на было сразу снимать вот поменял крышку вот этого и термостат новый поставил вот термостат вот такой менял когда еще давненько уже поменял вот такой термостат был смотрю что-то это греться начал двигатель сначала ехал там из леса с лесом еду груженный вижу греется конкретно потому что так до этого не грелся и на улице прохладно вроде было думаю как не можешь греться прохладно при прохладной температуре где-то под 100 под 90 так под 100 уже градусов ну доехал сюда все нормально как в шторке открылся полностью и потом остановился как вот вот проверить вообще можно как как проверять показать бы надо вообще надо было сказать мне тогда вот что-то не снял не понял не пойму вот и короче с одной там два термостата стоит с одной стороны и с другой два патрубка шторки закрываю специально прогреваю хорошо ну под нагрузкой едешь закрыл чтобы нагрелся потом останавливаешься поднимаешь капот и радио пробку радиатора снимаешь и смотришь смотришь короче на этот на поток куда этот идет тосол какую сторону двигается пробка посередине стоит и и газуешь газу чуть-чуть даешь как бы так газуешь и она видно поток тосола идет к бы в это ну вот допустим с какой стороны если допустим левый термостат не закр... ну левый термостат закрытый не открывается но с правой стороны поток идет правая сторона булька и как ну тосол там идет а если другой стороны то наоборот с другой стороны но поток идет и все это проверяешь а если когда нормально все это у нас с собой нужно с собой в сторон текет одновременно там и видно там через пробку видать хорошо вот и потом разобрал толстой вот правой стороны у меня он накрылся вот этой стороны вот этой стороны тот вот который правый вот и вот снял вот такая фигня вот этот штырек выломал он получается т4 я снял так вылез сюда на улицу и как но он давит а термостат и этот чашка это не открывается клапан это сломана ерундовина этот упор все это тут я глушил вот эти вот отверстия здесь заглушу всегда так лучше зимой лучше так ездить он не на малых оборотах когда стоит так лучше греется двигатель а так он как бы посюда постоянно циркуляция идет небольшая ее настывает быстрее а этот термостат такое то нет нечисто мемзевский термостат это простой термостат камазовский там какой-то любой он какой-то 80 градусов они что камаз что на уазиках такие же на волгах на многих машинах такие только здесь такая как тарелка стоит чашечка такая ее убирать на потому что там закрывают там как такой этот но отверстие здесь такое сзади и она и перекрывает и когда ну когда когда термостат открытый поезд когда термостат закрыт он не перекрываю как бы готова на тарелка здесь начинает нагреваться он сюда выдвигаться начинает и закрывать вот этот вот выход который из двигателя идет вот основной поток который идет жидкости охлаждающие и он как бы раз туда его закрывает как бы и нагречена это еще сильнее греться и его надо убирать а так родной термостат как бы можно родное такой как типа бочоночек такое можно такой взять конечно но они дороже стоят они родные что-то сколько-то что-то дорогой такой он что-то 300 рублей или 400 стоит а такой простой тут что-то он рублей 100 наверно такой стоит и вот а вот эту штучку меня и вот эту штучку поменялось по трубок вот весь на раковина такой весь вот тут все на раковина как разъеденная такое окислился уже весь какой-то алюминиевый алюминия поокислялся он тут и на герметик такого что налиплял герметиками прокладками пару прокладок герметик тут сюда делал чтоб все плотно было потому что зимой то лучше когда все плотно чтобы термостат не пропускал чтоб двигатель лучше грелся вот он так вот делает так вот так стоит вот такая ерунда короче все хватит масло залива сейчас на будет открутить центрифугу почистить заодно обязательно и крутим посмотрим тоже что там внутри так сколько-то масло залива вся проверим масло сколько по щупу ночью смотрим почти полный уже немножко еще не хватает немножко еще добавлю сейчас и все и хватит вообще всего в систему влазить это примерно литров 30 по книге вроде бы точно точно правда не помню могу ошибаться где-то 28 или 30 литров вроде бы 30 эту гайку ох ты грязная ничего себе пружинка стоит ничего себе грязный клай ох ты ничего себе сколько на это вот после ремонта когда двигатель делал видимо еще это в движке все на грязи много осталось после того как он это но застучал движок что-то все что-то даже не думал что сколько будет много постоянно мыло сколько грязи где-то в каналах ведь оставалась да так надо будет его промоешь так ладно так и центрифугу снять что ли заодно и тут вон сколько грязи ничуть и фильтрует хорошо этот фильтр так вот это снять штучку вот этот плотнитель так ладно все грязно на солярке налить блоков ведро так ладно сейчас счет центрифугу сразу сниму так откручиваем центрифужку ухты чуть шайбу не потерял прокладочка аккуратно из паранита что ли видеть прокладка такая из чего твердая такая ладно вот даже по стуку слышно глухо стучит значит внутри что то есть шайбочка конусная такая специальная и достается у нас тут подшипник стоит такое как типа подшипника шариковый подшипник такой специально так все открутить там будет куда-то вставить вот так вот и крутануть ее вот эту гайку сюда заставил вот этими в эту прорезь сейчас сюда на стол сейчас выбить надо будет начата на черкуна все Налил солярочки Смотрим В принципе, не так много, но нормально В прошлый раз больше было Так, что-то будет отверт какой-то Так, вот он Гудрон будем выковыривать Сейчас все грязи сколько Так, пока сюда на землю О, все, выпало Все, и мыть можно Так, это готово Так, и вот эту штуковинку Так, все, тут готово Можно собирать И гаечку скручаю Все, и затягиваю Сюда опять ставлю Сильно, туго не надо Пойдет Все ставим на место Вот так она крутится Так, шайбочку Конушную И гайку Затяжка Опа Так, и колпак Колпак чистый тоже В принципе, ничего Грязи такой нету большой Немножко тут налет такой Он есть Так, что тут ничего не надо И делать больше Ух ты бля Вот так вот Вот так вот Так вот Все Осталось сейчас этот нам Помыть фильтр Все Вот эту байду Так, все Так, вот эту моем тоже Так, вот эту моем тоже Так, эта штука Какие-то волосы Вон такие Похоже как Как залепила Аж вон такая Как какие-то Как вот Ткань какая-то Или как волосы какие-то Что-то непонятно Что такое Что за грязь такая Все Так, вот эту еще Сполосну немного тоже Здесь тоже протерем Так, здесь тоже протерем Так, здесь тоже протерем Грязи тоже столько Тут неудобно так сейчас все нормально ставлю вот эту штуку вот так так вот так и обратно корп и копах закручено все затягиваем хорошенько оба хорошо все сейчас еще долью немножко масла и можно заводить бы сегодня 1 мая на улице не сказал сначала видео 1 мая солнышко светит погода хорошая все как обычно это как обычно вот на 1 мая на 9 мая погода хорошая почему-то всегда почему так вот бывает непонятно 9 мая постоянно всегда погода хорошая обычно сколько помню обтереть здесь немножко сегодня еще сделал кран который говорил я вот пропускает купил ремкомплект поменял это уже с поменены вот одно новое осталось какое-то и вот это еще одно новое осталось не стал ставить а вот это тоже не поменял там неудобно там менять расклепывать на этом такая штучка не стал снимать что-то надо было заснять тоже как делал кран этот я покажу какой кран вот вот этот кран поставил сейчас проверю как будет работать кран прицепа торможение прицепом этот кран у меня как ручник работает вместо ручника вот вот этой вот вот этой кнопкой я включаю кнопка еще не работает выключатель сломался вот он должен вот так фиксироваться это вот на этот на установку это идет на насос на привод насоса а вот этот он фиксировался тоже что я не понял что-то сломался на разбирающий кран будет для постоянно какой-то ремонт урал это постоянно ремонт какой-то бесперестанно вообще вот так раз не фиксируется на тот кран это идет привод вот отсюда воздух подается на кран и и прицеп тормозит запускаем двигатель так где у меня здесь массу включаю сейчас посмотрим как давление будет это сейчас летнее масло м10 дм 10 это как вязкость более высокая вязкость чем 88 она жиденькая такое как бы зимняя и на этом масле будет давление больше сто процентов вот говорить говорили то еще что давление маленькое я посмотрим у какое давление я будет сто процентов будет больше давления и на горячую тоже будет она больше и на холодной больше подымет урал уже не заводил 10 дней где-то примерно сейчас попробуем как он сразу ну сразу не заведет сейчас стопудово будет дрыгаться немного все погнали вот завелся с пол пинка ничего себе а может заводили тут без меня чего-то кто-то ездил чусь и что-то обороты большие так вот давление смотрим больше шестерки не поднимается видимо как ограничение стоит уже 6 максимальная но мало пятерка считай почти четыре с половиной еда на мало вот чуть-чуть газонешь уже с ра-6 не работает нормально завелся с пол пинка все то за час я проверю еще кран то будет работать можно будет а еще еще прицеп я сделаю колесо на прицепе я покажу а сейчас проверю как я проверим кран как работает я же грушу я он нажимает включать кран шипит все равно он не перестает нужно переставать шипеть он не должен шипеть вообще главное включаешь авто он сначала шипит так а потом не перестает шипеть что такая-то ерунда или как подклинивая где-то что-то смотрим кран который перебрал не не шипит ничего тут я пропускал раньше это сверху здесь не нормально значит работаете что-то тут не включается ничего не понял смотрящим прицеп не тормозит не затормозилось ничего какая-то ерунда короче интересно так вот они воздуха нет весь воздух выходит ну все тогда всем пока масло поменяли давление замечательно всем пока до новых встреч а